Всем привет! Убитаем вас из Врослова. День добрый, друзья! Сегодня поговорим немножко на такую тему. Присылают на почту много вопросов люди, которые еще в Украине, и которые как-то готовятся к поездке в Польшу. Много, конечно, вам придется, всем, кто собрался, ко многому подготовиться, но ко всему все равно не подготовиться. Мы сегодня такие маленькие советы, но в принципе очень важные. А вам дадим. Один из основных, которые необходимо просто мать или знать. Первое – это мова. Учите, пожалуйста, мову, польскую мову. Я не хочу знать идеально, говорить вольно, но самое основное, когда вы сюда приедете, вы должны будете как-то общаться с людьми, прохожими. Например, спросить, как доехать, або как прийти, або где находится такая-то в улица, как будет право, как будет лево, как будет прямо, або назад. Также какие-то цифры. От 10 до 100, потому что вы пойдете в магазин, хотя это будет супермаркет, маленький или великий, то, конечно, там пишется, какая сумма у вас в конце вышла, но еще не у всех, или плохо видно. Да, або плохо видно, и кассиру звучит сумму, а вы стоите и не понимаете, о боже, сколько же мне нужно заплатить. То есть, обязательно, эти главные слова… А вы учите также название месяцев, 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 наверное, все-таки правильно. Дней. Дней, да, потому что вам элементарно скажут, или там вы учите там вчера, завтра, сегодня. Также обязательно научиться писать свое имя, как оно пишется в паспорте, загранпаспорте, ладинскими буквами. Четко, конкретно, и печатными буквами, литерами. Не, ну да, не то, что прямо именно всегда, просто здесь у вас с именем, в принципе, я думаю, у всех возникают проблемы, потому что, ну, наши фамилии там трудные для поляков, хотя, по-моему, и их фамилии для них тоже трудные, вот. Но особенно это касается имен, то есть, ну, у меня вообще там с именем целая история, и они вообще не понимают, как меня зовут, мне надо объяснять, вот. Ну, там про Татьяну и Таню, это, я уже думаю, заезженная даже тема. Вот, то есть, научитесь писать, потому что люди приезжают и ходят с листочками, переписывают свое имя, ну, это вообще, научитесь реально писать просто, как оно это, ну, чтобы элементарно не позориться. Потом хотел еще так дать совет такой, заведите себе электронную почту, ну, лучше всего на Гугле, почему? Потому что сервис, в принципе, общемировой, почтовый. Потому что многие приезжают, а почта там на Mail.ru или на Яндексе, и бывает, что там с каких-то учреждений или еще что-то, ну, просто туда не доходят письма. Но это я не придумывал, я видел реальные случаи такого, как бы людям не доходит. И потом многие удивляются, ты там, ну, у меня-то Гугл, но я видел такую ситуацию, когда человек говорит там в своей почте, там у него почта на Mail.ru, а женщина-полька сидит, которая там переписывала, говорит, Mail.ru, почему?ru, типа, вы же из Украины, вообще, что это такое? Ну, то есть, чтобы не возникало таких ситуаций, возьмите себе просто, заведите почту, и тем более, она вам понадобится, например, для, ну, если смартфоны, я думаю, сейчас уже у всех практически смартфоны, для того, чтобы заходить в Play Market, лучше зайти еще, кто еще ни разу этого не делал, зайдите еще в Украине, зарегистрируйтесь там нормально, ну, все, попробуйте что-то скачать, потому что вы приедете в Польшу, начнете скачивать хотя бы эту программу Ягда Яды, да, которая помогает ездить, ну, составлять маршруты по городам. Да, да, и, ну, элементарно она может высветиться вам, тут будет стоить денег, а в Украине я скачал, еще, когда мы были в Украине, она бесплатный доступ имеет. Ну, то есть, да, и лучше всего это сделать еще заранее все. А також социальные мережи, обязательно зарегистрируйтесь на Facebook. Ну, кто собирается здесь на длительное время, кто на полгода, конечно, это необязательно. Ну, а почему? Ну, вы приедете сюда и будете знакомиться с поляками, полячками, с вашими коллегами, або просто сусидами, а они взагалі только на Facebook. Они не знают, что такое одноклассники, або ВКонтакте. Ну, да, ВКонтакте еще кто-то слышал, но и то только самый продвинутый. Одноклассники, да я уже даже не знаю, кто в Украине ими пользуется. Ну, я понимаю, что люди, которые там постарше, они почему-то предпочитают одноклассники, там постаркласс. Вот, но на Facebook тоже можно лайкать. А по-польски вообще-то полюб нас там на Facebook, ну, когда говорят, поставьте там лайк или подпишитесь. Ну, то есть это даже прикольно. Я, если честно, сам не фанат Facebook, он мне не очень нравится, но я уже привыкаю. Мне просто контакт, например, удобнее. А еще такая заметка. Наделайте в Украине себе ксерокопии всего побольше. Ну, там паспорта, визы и фотографии наделайте. Три с половиной на четыре с половиной сразу делайте, потому что, ну, я даже не знаю, тут уже три на четыре не прокатывает, да? Так, три с половиной на четыре с половиной, вот это дуже дорого. Да, в Украине это будет однозначно дешевле. Мы делали на карту побиту четыре фотографии в Ужанде, там на месте 35 злотых, четыре фотки. То есть, почитайте по курсу, да, сейчас там уже около даже семи, по-моему, злотых, ой, семи гривен за злотый, ну, девалюация, как бы, они не отпускают нас. Ну, хай там ксерокопии 50 грошей за одну соринку А4, но все равно, на початок вам будет потребно десь... Я не думаю, что в Украине где-то одна сторона, стоит 3,50 гривен, ну, отксерить одну сторону. Я думаю, это очень дорого было бы. Я, по крайней мере, таких цен еще не заставал в Украине, да и не думаю, что сейчас. Поэтому на ксерке всего, и еще, особенно те, кто собирается сюда, ну, на длительное время закрепиться, берите с собой все документы. Вот на форумах там пишут, я вообще считаю, бред, там не брать с собой украинский паспорт, а то вдруг украдут. А прикиньте, друзья, у вас какое-то крадут за грант паспорт. Его так же самое, или у него какая-то гарантия, я не знаю, от того, что его не крадут. Просто. Многие, тем более, живут не возле самой границы, нужно еще доехать до границы. У вас могут спросить паспорт. У нас в стране, как бы, ситуация не очень спокойная, да. Могут какие-то быть проверки, ну, зачем вам, берите с собой паспорт, он кушать не просит, и не надо там им где-то светить, и где-то его оставлять, и у вас его не украдут. Ну, и также все нужно брать документы, я повторяю, для тех, кто на длительное время, или там вообще хочет навсегда, аттестаты, всякие свидетельства, о рождении, о браке, все возможные дипломы, о том, что у вас есть. Все, все это нужно брать. Переходим дорогу. Вот. Что еще мы хотели рассказать? Я же забыла. Ну да, вот это такие маленькие, конечно, совсем советы, но многие забывают, или даже не предполагают, что так нужно делать, и бывают трудности с этим. Все? Все рассказали? Да, все, вот так. Ну, вроде все рассказали. Ждите новых выпусков. До новых встреч. Алина, попрощаюсь.